Борис невозмутим Испанку с нуля Там уже были написаны тома Володя расставлял шахматы В своем туапсе и писал свою теорию шахмат И приучался Приучался к аналитической работе Очень кстати рекомендую всем С юных лет самостоятельно анализировать В том числе известные дебютные варианты У вас выработается самостоятельный взгляд На многие вещи Вы научитесь критически подходить Ко многим рекомендациям Это вообще очень полезно А мы видим каталон Оба шахматиста являются громадными специалистами Обычно слона здесь отводили на Е7 Ну крамник Что-то такое Другое имеет ввиду И он отводит слона на Д6 Конь Ц3 Он призывает белых поставить пешку на Ц5 А чтобы потом ходить на Б6 Ее поцеплять Ну слон Д6 Это что-то свеженькое Ну да, но слон Ж2 точно съедят на ее На слон Ж2 тоже пешку Не знаю Ну не знаю Надо подумать Надо подумать, да Может быть еще А6 поугрожают Не знаю, трудно сказать Может конь Д7 Тут в принципе богатство огромное Это правда Возможности Это правда Но самое главное Что крамнику удалось заставить самого Гельфанда задуматься Задуматься в Каталонии Вот теперь кстати пешка на Д5 Теперь он думает, да Теперь давай слон Ака на Е7 Теперь С6 Теперь С6 Убер уже напал на С4 Но дело в том, что слон Д6 полезное животное Потому что конь Д7 Е5 в будущем Да, в будущем можно будет проводить Кстати, конь Д7 Там этого слона на Ж5 Можно будет вежливо попросить А6 Определиться, да Куда он пойдет Ну и теперь вопрос Что делать? У меня честно говорят Четкое ощущение Что крамник сыграл что-то новенькое Что-то свеженькое А вот это Е4 пошел уже Е4 Заметьте, в Каталонии Давай не будем зевать В Каталонии А6 Ну это Это ход классика Ход классика А нет, не хочет бить Ой О, вау Вот это очень амбициозно На Ф6 Очень амбициозно А теперь после Ц5 У черных, по-моему, точно хорошо Связки нет Конь на Ц6 выходит И пешка на Ж3 Так себе, да Что-то стоит Ход Ж2, Ж3 Очень странное впечатление Производит Ну да Стоп Насчет странного Может слон на Ж2 Просто пойдет и все И бог с ними С этими ослаблениями Правильно Так играл Романишин В 70-е годы Когда не обращал внимания На всякие слабости На ферзовом фланге И слон Ж2 давил Во-во-во-во Правильно Пусть будет сдвоение И даже строение Там на Д6 Хоть четверение Но важно, что белый Заканчивает развитие Слон Ж2 давит на пешку Б7 Смотрим внимательно На слон АЦ8 черного Он пока Ни на кого не давит Далек от райской жизни Там Е5 нельзя пойти пока Слон Е3 Просто он Е3 Уйдешь и все Не будешь ввязываться Дело было в Блице Дело было вечером Дело было в Цюрихе Не нужно Это все лишнее А что, неплохо Неплохо выкрутился Борис Абрамович Неплохо Слон Ж2 Сейчас давит Недаром Грозный соперник Задумался Интереснейшая партия Пелесьянут Так Может попрыгаем Или не будем пока Нет Не будем Пока досмотрим Блиц сложно прыгать Очень сложно Да Вот мимо нас Проносит какие-то Тапсы Мимо рта Проносит чачу Мимо носа Алычу Да Как сказал Владимир Семенович Высоцкий Да Вот все люди Сейчас здесь В нашем фуршете Едят А мы Мы говорим А мы вынуждены Работать Нужно Ноги кормят Ничего Марк Мы с тобой после эфира Так оттянемся Набросимся Было бы на что Е5 Ну Е5 Слон Е3 Слон Е3 Надо быстро играть Быстро играть Борис Не надо Вот сейчас Экономим время Не надо Может Слон Е3 Слон Е4 Там все равно Ладья по вертикали Е наверняка же Что-то там Там что-то свое Тоже может начаться При случае Не правда Что-то непонятно Мне кажется Что с практической точки зрения Слон Е3 Видно что ход неплохой Но То есть Не надо делать его за минуту Такие ходы Надо делать за секунды За 3-4 А уж если минуту подумал Тогда надо бить на Е5 Да Надо бить на Е5 Да Просто по логике События Потому что Иначе сейчас Конечно Слон Е3 Кон Е4 Там как бы Начинают приставать Тоже то есть там Не так ясно Что делать Ну Не знаю Хорошо Ладно Здесь много О чем можно поговорить Да Но Борис Как человек серьезный Как Основательный Человек такого Фундаментального стиля Ему хочется сделать Сильнейший ход Кстати в Блице Это очень вредно Очень часто Это приводит Сделать сильнейший ход Блице Не туда тебе Приводит как правило К тому что Исполняешь не сильнейший ход И за то время И плюс времени Много тратишь Так всегда и происходит Для того что в Блице Очень трудно все таки По настоящему Объективно Почитать Почетать ходы Обязательно придумаешь Себе какие нибудь Иллюзии Которые на самом деле Ну ими и являются И поэтому Здесь нужна Какой то грань Между Смотри Побил на Е5 Побил на Е5 Сделал вид Что посчитал Айяяяяяяй Так Подумаем Конь бьет Е5 Слон дает Е5 Я думаю Слон Е5 Ты знаешь А Королем Сразу Король Д1 Здесь Король Д1 Самое простое решение Ну да Там взял Взял Конь Ж4 есть ход. И на слон d4 ладья а. Там конь на d5 перекрывается. Ой-ой-ой. Королем, королем в любом случае. Размен на d1 очень странный. Нет, так там видимо ферзь e2 был сильный ход. Я думаю. Конь e5, слон e5 и нет хода особого. Смотрите, какие острые взгляды бросает на соперника Борис Абрамович. Слон c7 даже. Так, но конь на g4, заметь. На f2 хочется съесть. Ты был прав. Что я могу сказать? Ну, ты знаешь, без ферзей накал борьбы с другой стороны уже не тот. Уже не тот, но там ход c6 есть какой-то страшный. Ну что, пора. Пора c6, наверное, просто пойти. c6 пора рвать. А что на c6 делать? Ну, король c2 там под слон f5 попадает. То есть сразу ладью 1 не выводим. Да, так что можно... Нет, я бы пока посажал c6 посмотрел на соперника. Есть еще конь d5 какой-то ход заправный. Да, конь d5 тоже. Или конь e4 он пытается все защитить. Боря пытается все защитить. А на слон f5 конь d6 есть. А есть еще ход a3. Тоже угроза неприятная. Слон на b4 не красавец. Слон на b4 недоволен, да. Нет, ну так или иначе с этим конем на e4 надо что-то делать. Или слон f5, или f5, или ладья бьет e4 в конце концов. Ладья бьет e4. Конь f2 съели, 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 а там дай бог кривая вывезет. Да, 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 да. Кривая не вывезет. Да. Ладья e4 пошел, да, да, да. Правильно, да. На кривую надеть. Кстати, хода ладья е1, нет, замечу, нюанс. Слон b4, которого мы так третировали, оказался не дурным. Не, ну слон d5 может быть спокойно. Взяли на h1. Ну и... А что? А еще слон c5 пока съел. А что это он не ест качество? Ну не знаю, что-то ему не нравилось. С6. С6 ему не понравился ход, да, да, да. Был ход c6. С6 еще никто не умирает. Ну ладно. Там это фигура. С6 это занес до фигуры. А качество никто не берет в этой игре. А там же мы просто уходили конем со ф2. Не знаю. Не, ну пока что белые утверждают, что... Ну, у нас такой идеализм, творческий идеализм здесь наблюдается. Словно e5 сейчас станет. Ну, здесь-то наш 1 точно надо взять. Ну, надо взять и смириться с равной позицией, да? У черных уже порядок. Ну, так я про это говорю. Ну, обоим сторонам смириться. Еще недавно мне казалось, что черные, ну, совсем плохо стоят. Да, казалось, что так. Еще вчера в глаза глядел. А сейчас уже все. Да. Уже можно... Маленькие трагедии. Маленькие трагедии по Пушкину. Для аппетит, так сказать, трагедии. Да, согласились. Согласились оба шахматиста на ничью. Согласились оба шахматиста на ничью.